У тебя ничего не будет, и ты будешь счастлив. Клаус Шваб, основатель и председатель Всемирного экономического форума. Если говорить о том, что меня сегодня особенно волнует, это то, как мир слабо подготовлен к четвертой индустриальной революции. Четвертая индустриальная революция, или же, как ее по-другому называют, Великая перезагрузка, это идея Всемирного экономического форума, направленная на глобальную перестройку глобальной экономики и финансовой системы. При этом пандемия коронавируса стала для них трамплином. Об этом говорит сам Клаус Шваб, создатель Всемирного экономического форума. Если посмотреть далеко в будущее, у меня есть ощущение, что мы на переломе эпох. Я думаю, что у нас есть большая возможность, в конце концов, с помощью технологий, роботов и так далее, найти новую ветвь развития для человечества. Это как ренессанс. Мы станем более креативными, более социально ориентированными, покажем еще больше чувства солидарности и освободимся от традиционного цикла производства и потребления. Дуглас Крюгер, автор известных книг о бизнесе, прокомментировал это следующим образом. Когда мы говорим о коллективной собственности, мы думаем, как же это круто, все будут владеть ею. Но реальность в том, что никто не будет владеть, кроме тех, кому принадлежит власть. Великая перезагрузка приближается. Четвертая индустриальная революция. Не важно, как мы будем это называть, важно то, что мир меняется. И мы это видим. Пандемии, войны, климатический кризис, кризис здравоохранения, цифровые валюты центральных банков, криптовалюты. Все это меняет мир. Клаус Шваб, создатель Всемирного экономического форума, даже написал книгу «Ковид-19. Великая перезагрузка». Конечно, это не произойдет за один день. Но мы двигаемся в этом направлении прямо сейчас. Также это новая технология блокчейн, крипто, самоуправляемые автомобили и так далее. То, что раньше казалось фантастикой, за последние 12 месяцев становится реальностью. Итак, если они действительно перезагрузят мировую финансовую систему, скажи мне честно, ты будешь к этому готов? Какие криптовалюты переживут это? Как ты думаешь? Люди говорят, что криптовалюта – это цифровая революция. Нет, это не просто цифровая революция. Это революция во многих других сферах тоже. Это исследования мозга, это нанотехнологии и много-много другого. Что ж, давай попробуем разобраться, какие альткоины связаны со Всемирным экономическим форумом. Зачем нам это нужно знать? Ведь, скорее всего, именно у этих альткоинов больше всего шансов пережить великую перезагрузку. Напиши в комментариях, какой альткоин по-твоему может пережить, а та и вырасти на много сотен или даже тысяч процентов. Очень интересно твое мнение. Я не снимал видео неделю, потому что заболел коронавирусом, и мне было не очень-то и хорошо. Сейчас у меня все нормально, единственное, что я очень быстро устаю. Поэтому, прежде чем мы перейдем к самому интересному, не забудь поставить лайк. Это очень поможет вернуться мне на YouTube. Давай наберем 3000 лайков. Большое спасибо за поддержку. И помни, ничего в этом видео не стоит рассматривать как финансовый совет. Весь контент является образовательно-развлекательным. А теперь 4 альткоина, которые глобальные элиты могут жестко пропампить после великой перезагрузки, потому что они с ними тесно связаны. Первый – это, конечно же, Алгорент. У этого проекта невероятно тесные связи с глобальными элитами, например, с комиссией по ценным бумагам и биржам США. Гарри Генслер, председатель комиссии по ценным бумагам и биржам США, привел именно Алгорент как пример. Он назвал его великолепной технологией, на которой уже 5 лет назад можно было бы построить новый Uber. В 2019 году он сказал, что Алгорент представляет собой технологию будущего, обгоняющую мир на целых 5 лет. Гарри также нравится, что создателем Алгорента является выходец из MIT, университета, в котором Гарри не раз преподавал свои лекции, в том числе и про блокчейн. Ты можешь создать Uber или Lyft Taxi на блокчейне, ну или лет через 5, когда блокчейн достаточно разовьется. Например, Алгорент, создателем которого является Сильвио Микалис, которым я работаю в MIT. У Алгорент отличная технология, которая достаточно развита уже сейчас, чтобы создать новый Uber на блокчейне. Также мы уже не раз с тобой говорили о связях Гарри Генслера, комиссии по ценным бумагам и биржам США с главой FTX и самой криптовалютной биржей FTX. Также Гарри буквально работает создателем Алгорент. Это дает Гарри Генслеру и финансовому регулятору, которым он управляет, упрощенный доступ к таким криптокомпаниям, как Алгорент. Но это еще не все. Сейчас будет еще большая бомба. Все эти связи, это, конечно, хорошо, но посмотри на вот это. Алгорент работает с Clinton Foundation. Да-да, с компанией этих самых Clinton'ов, которая официально занимается борьбой с изменением климата. Алгорент стал их партнером. Стал партнером Clinton Foundation. Алгорент также будет технологическим партнером глобального фонда устойчивости к изменению климата с бюджетом около 50 миллионов долларов, созданного как раз-таки фондом Clinton'а. Также Алгорент собирается подписать партнерство с Синдией, а генеральный директор Алгорент встретился с Hillary Clinton. Да-да, именно с той, которая была кандидатом на пост президента США. Это все произошло не когда-то там, а за последние 48 часов. Можно как угодно относиться к Clinton'ам, но они могущественные люди. И связи Алгорента с ними могут оказаться стратегически важными для этой криптовалюты. Вторая криптовалюта это Hedira Hashgraph. Незаметно для всех эта криптовалюта обзаводится связями с компаниями и людьми, которые действительно являются лидерами этого мира во многих секторах. Hedira управляется советом компаний. На данный момент это 39 компаний, включая Google, IBM, Boeing, Ubisoft, LG и так далее. И буквально два дня назад к этому совету присоединилась еще одна компания. Это Dell. И ты наверняка знаешь эту компанию как производителя компьютеров, но мало кто знает, что эта же компания также производит большую часть инфраструктуры и техники, которые обеспечивают работу интернета. То есть без компании Dell интернет фактически может остановиться. Ты понимаешь, Hedira буквально связана с людьми, без которых интернет вообще работать не будет. Послушай представителя компании Dell. Он рассказывает о том, почему присоединился к Hedira. Мы не только делаем очевидные продукты для потребителей. Dell также производит инфраструктуру для работы интернета. Почему вы решили присоединиться к совету компании, управляющей Hedira? Думаю, у нас есть несколько причин для этого. Например, у нас огромное количество продуктов для инфраструктуры. И наши клиенты переходят от ее централизации в одном месте к распределению инфраструктуры во многих местах. И мы верим, что именно распределенный блокчейн будет критической частью инфраструктуры для концепции граничных вычислений. Поэтому нам нужен какой-то пользующийся доверием способ общения бизнес-транзакциями. И именно поэтому Dell начинает изучать технологию блокчейн. А Hedira как раз-таки заточена на предприятия и бизнес. Нам это нравится. Третий альткоин – это Chainlink. Здесь история гораздо интереснее, ведь некоторые криптовалюты пытаются бороться с глобальной элитой и старой финансовой системой, типа трансграничных переводов SWIFT. И как ни странно, именно SWIFT использует эти криптовалюты. Одной из таких криптовалют является Chainlink. Начнем с того, что Chainlink, как ни странно, рекламируется на сайте Всемирного экономического форума. Кроме этого, Всемирный экономический форум в своей статье еще от 2020 года говорит о том, что именно Chainlink предлагает стандарт для подключения блокчейнов к одной системе. Также речь идет о том, что благодаря Chainlinkу Всемирный экономический форум сможет модернизировать старые системы, точнее устаревшие системы. То есть полностью упразднить старое и создать новое, перейти со старой финансовой системы на новую финансовую систему. Интересно, что же это все значит? А именно то, что Всемирный экономический форум и более 11 тысяч банков, которые сейчас используют SWIFT, теперь готовы защищать и продвигать Chainlink. Как ты не можешь быть взволнован оптимистичным будущим Chainlinkа после того, как генеральный директор SWIFT говорит это? Давай послушаем, что именно он говорит. Мы достигли большого прорыва в цифровых валютах центральных банков за последний год. Мы работали с несколькими центральными банками и несколькими коммерческими и получили результат, которого не смогли добиться для платежной системы SWIFT со всеми наработками и платформами, разработанными за десятки лет. Если что, ребята, генеральный директор SWIFT говорит о разработке того, что называется CCIP, либо же протоколом кроссчейн совместимости Chainlinkа. Если вкратце, этот протокол помогает разным блокчейнам взаимодействовать, и тебе не придется выбирать конкретный блокчейн для работы, потому что все они будут совместимы. Это именно то, к чему стремятся центральные банки, создавая цифровые валюты центральных банков. Для того, чтобы эти цифровые валюты центральных банков могли взаимодействовать между собой, и нужен CCIP. Генеральный директор SWIFT прямо заявляет. Мы не хотим ставить на 10 блокчейнов каждый год. Мы ставим на Chainlink. Давай послушаем. Нужно преодолеть пропасть между финансовыми институтами, которые здесь уже годами, и новыми блокчейнами, которые могут заменить их услуги. В будущем множество блокчейнов будут сосуществовать. Основанные на эфириуме, приватные и так далее. Но у SWIFT нет потенциала для взаимодействия с ними и для присоединения ко всем блокчейнам сразу. Поэтому мы в SWIFT не ставим на 10 блокчейнов. Они могут исчезнуть, и мы потеряем инвестиции. Это касается и банков. Поэтому наш выбор – это протокол кроссчейн совместимости. Если мы подключим SWIFT к этому протоколу, то мы подключим все 11 тысяч банков к 20 блокчейнам. А в будущем – и еще большему количеству блокчейнов. В итоге мы получим соединение SWIFT и CCIP. Более безопасный, быстрый, масштабируемый протокол, позволяющий проводить SWIFT-транзакции в реальном времени. Кстати говоря, у SWIFT, кроме CCIP, есть еще два направления, в которых можно будет использовать криптовалюту. Это токенизация и это так называемый Кэп Ги Мини, который связан с ЦВЦБ. SWIFT в сотрудничестве с Кэп Ги Мини тестирует возможность переводов цифровых валют центральных банков между различными блокчейнами. В эксперименте участвуют уже 14 центральных и коммерческих банков. Например, французский и немецкий центральные банки. Вместе с этими банками SWIFT уже в конце 2022 года предложил план целой сети цифровых валют центральных банков. То есть в мире будет огромное количество цифровых валют центральных банков, работающих в одной совместимой сети. Для этого и нужен тот самый CCIP, протокол кроссчейн совместимости Chainlink. Однако, есть еще кое-что интересное. В твиттере директора инноваций SWIFT во вкладке «Понравившиеся твиты» можно найти репост этой статьи, которую мы только что с тобой читали. К репосту дописан интересный хэштег «Квамфи». Немного поиска в интернете, мы можем найти эту интересную страницу в твиттере «Квамфи». И это есть не что иное, как криптовалюта «Квант». Возможно, SWIFT будет использовать и ее тоже. Поэтому это и будет четвертая криптовалюта в нашем топе. Напиши в комментариях пятую криптовалюту, если она тебе известна. Либо же напиши, какие альткоины, по-твоему, точно переживут глобальный переворот, который готовят нам элиты. Я думаю, что биткоин точно его переживет, даже несмотря на то, что у него нет связи с глобальной элитой. Все остальное – это лишь наша спекуляция. Однако сегодня мы нашли 4 альткоина, которые тесно связаны с глобальной финансовой и не только элитой. Это Алгорент, Хедира Хэшграф, Чейнлинк и Квант. Напиши в комментах, как ты к ним относишься. Ну а на этом все. Если видео было интересным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает мне и моему каналу. Большое спасибо за поддержку. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok